Сразу несколько социальных объектов сдали в эксплуатацию Южно-Казахстанской области. В Байдибеке распахнул дверь и дворец культуры. В Ордобасинском районе построили новые коммунальные дома. А в областном центре после модернизации открыли парк металлургов и ввели в строй жилой комплекс «Астана». Для жителей Байдибекского района сегодня настоящий праздник. В поселке Байдибек-Ата открыли новый дом культуры с концертным залом на 150 мест. Его оборудовали компьютерами и мебелью. Там же открыли библиотеку. Ее книжный фонд – 6000 экземпляров. На возведение дома культуры из областного бюджета выделили больше 127 миллионов тенге. Мы начали стройку в мае этого года и должны по графику сдать объект ровно через год. Но мы решили ускорить темпы строительства и преподнести подарок ко дню первого президента. А в Ордобасинском районе по госпрограмме сдали в эксплуатацию 14 двухквартирных коммунальных домов. Ключи от квартир получили 28 семей. В числе новоселов – дети-сироты и социально уязвимые семьи, которые годами ждали своей очереди на получение заветной жилплощади. По словам представителей местной власти, стоимость аренды за каждый квадратный метр в новых квартирах составляет всего 50 тенге. 11 лет я ждал своей очереди на получение жилья. Сегодня моя мечта сбылась – мы получили квартиру. Это большая радость для всей моей семьи. Между всем в районе в очереди на получение жилплощади состоит еще 243 человека. В ближайшие годы и они улучшат свои жилищные условия. В поселках Бадам и Шубар построят два пятиэтажных дома. На воселье отметили и 95 шамикевских семей. Они получили ключи от благоустроенных квартир в многоэтажном жилом комплексе «Астана». Мы получили квартиру по программе «Нурлежер». Она красивая, есть все удобства и условия для комфортной жизни. Комплекс «Астана» – это четыре девятиэтажных дома, расположенных в административно-деловом центре города. Общая площадь почти 15 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день заны в эксплуатацию два блока. Еще столько же планируют построить до конца первого квартала следующего года. А этот яркий концерт проходит в парке «Металлургов», который открыли после реконструкции. Он был заложен 60 лет назад и за эти годы впервые пережил такую масштабную модернизацию. После работ по благоустройству территория парка расширилась с 3,5 до 5 гектаров. В нем появилось освещение и красивые фонтаны. Сейчас мы в данное время ходим, гуляем здесь, отдыхаем. Дети приходят, тренируются здесь. Парк открытый со всех сторон. Поэтому очень-очень красиво. Мы довольны. Спасибо огромное. В честь праздника в Шымкете организовали фото-выставку работ именитых художников. На всех работах знаковые встречи с лидером нации. Наталья Цонурмаханбек-Муратов, Южеказахстанская область, Хабар, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова